Слушаю. Алло, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Виталий, я вам звоню по вашей регистрации на проекте Сбербанк. Ага, слушаю. Это по поводу дополнительного дохода. Да, да. Супер, замечательно. Виталий, я вижу, что вы регистрацию прошли, да. Вот, но еще не активировали свой торговый счет. У вас какие-то сложности технические сложились? Да, я в принципе не знаю про него ничего, про этот счет. Что-нибудь вот, что-то пополнять надо. Угу. А, не знаете то, что нужно пополнять, правильно? Нет. А при регистрации, при регистрации что вас заинтересовало? Ну, просто интересно. Простой человеческий интерес. Простой человеческий интерес, уже работать. Я вот уже по телевизору вижу, Малахов тут рекламирует Сбербанк инвестиций. Вот решил узнать, что это такое. Ну, хорошо. Сбербанк инвестиций. Что такое инвестиции, вы понимаете? Ну, естественно. Ну, вот. А то есть, как вы говорите, я не знаю, что здесь нужно брокерский счет открывать. Конечно, нужно. Это инвестиционный бизнес, это торговля, правильно? Вы что об этом слышали? Вот, про биржевую торговлю. Ну, смотря что вы имеете в виду. Вообще, просто спрашиваю, как вы понимаете, чем вы здесь будете заниматься? Ну, биржа же бывает разная. Бывают, торгуют ценными бумагами, допустим. А, бывает биржа, которая торгует, допустим, там, баррелями нефти или унциями золота. Ну, все верно. Это уже разные, как бы, подходы. Ну, это вы говорите сейчас за направление, понятное дело, да, что рынок обширный, есть криптовалютный рынок, да, есть сырье. Ну, криптовалюта, это, знаете, это... Я вообще в нее не верю, что это... Что-то такое придуманное, нарисованное. Ну, это такое дело, я вам так скажу, что это же вам не бог, чтобы верить в криптовалюту, да, самое главное, что можно заработать. Ну, я бы ей не доверял и не связывался с этим рынком. Ну, потому что у вас нет опыта, вы не знаете, как работать. Но это же ничего страшного. Смотрите, в любом случае вы будете работать на международном рынке, и, естественно, у вас доступ будет к многим рынкам, к многим активам, и поработать на валюте, да, это и доллар, и евро, и так далее. Также есть возможность работать с ценными бумагами, вот. Ну, опять же-таки, здесь отталкивается с того, вообще, в принципе, сколько вы сможете уделять данному виду работы, да, по времени. Вы вообще чем-то же занимаетесь, правильно? Ну, в принципе, время у меня, скажем так, неограниченное. Неограниченное, так. Ну, а основной источник дохода у вас же есть? Работа какая-то? Нет, работы у меня нет, я пенсионер. Ага, вы пенсионер. Просто, как бы, по голосу я бы не сказала, что вы уже в таком возрасте. Хорошо, ну, а раньше чем занимались? Раньше, ну, скажем так, погоны носил. Поэтому я рано вышел на пенсию. Угу, угу, я поняла. Хорошо, ну, а раньше вообще сталкивались, где-то пробовали себя в этой сфере? Ну, по большому счету нет. Угу. Хорошо, я поняла. Я только сейчас вот интересоваться начал более-менее. У меня вот здесь поблизости два офиса есть. Один БКС. Один чуть подальше Финам. Вот как бы. Угу, угу. Птицы рекламируют. Угу, угу. Я поняла. Хорошо. Я вас услышала. Ну, а в принципе, смотрите, как происходит. У нас есть два варианта работы. То есть, первый вариант самый наилучший, конечно, потому что это работа с нашим сотрудником, да, то есть с нашим специалистом, который вас будет вести, который вам будет помогать, который вас будет обучать. В первую очередь, вы хотите же здесь обучение? Ну, опыта у меня еще, конечно, нет. Желательно было что-то, конечно, узнать. Угу. Ну, конечно. То есть, в любом случае, вы можете не переживать, по крайней мере, за то, что, да, как бы, ну, там, у вас нет опыта, там, заработайте, не заработайте, а как правильно, там, нажать, то есть сделку открутить и так далее. То есть, компания вам предоставляет возможность сотрудничать с нашим специалистом, да, который вам будет и анализ предоставлять, и информативно вас как-то будет делать, вам давать возможность фундамент, да, чтобы вы там в дальнейшем, хотя бы через полгодика, через год выходили уже на уровень и могли самостоятельно, да, то есть открывать позиции и для себя уже зарабатывать. Понимаете? Ну, более или менее. Хорошо, замечательно. Есть у нас еще второй вариант, это работа, конечно, автотрейдинг называется, то есть, по факту, когда позиции на покупку, там, на продажу, будут открывать уже непосредственно автоматическая система торговли. Об этом что-то слышали? Да что-то я вообще сомневаюсь, что это реально. В чем, в автоматической системе торговли? Да, да, да. Да? А что здесь такого? 21 век. Ну, я много, что об этом слышал, но нигде не смог найти подтверждение реального существования этой системы. А где вы искали? А как понять, как это найти, подтверждение? Ну, хорошо. Вы в магазинах бываете? Видите, что же есть кассы самообслуживания, правильно? То есть, по факту, уже и не нужны кассиры, не нужен человек, который будет сидеть, пробивать, можно уже, правильно? Сам в такой кассиры самообслуживание. А что здесь такого? Ну, я сам в такой кассире обслуживаюсь. Я сам в такой кассире обслуживаюсь, у меня есть такие в магазине. Ну, вот. Так чего вас удивляет? То, что есть разработка, есть программа, которая просто работает как алгоритм, да, то есть математика. Ну, ловит импульс. То, что происходит на рынке, ловит, анализирует. Да, это, конечно, медленнее, понятное дело, потому что все-таки человек, который с опытом, он быстрее сможет анализировать, вот. Но в любом случае просто есть возможность, если у вас там нет времени, да, но при этом вам нужно делать свою подушку безопасности, то есть, конечно же, заработать дополнительно. У нас очень много клиентов пользуются программой, успешность программы 95%, поэтому в этом нет ничего страшного. При том, что я и сама начинала с программы, потому что как минимум просто у меня не было опыта, поэтому. Ну, тут, видите, на мой взгляд, все зависит от добропорядочности самого учреждения, скажем так. Я вам напомню просто, когда были вот у нас меры по борьбе с незаконным обогащением, вот, закрывали казино, игровые залы, вот. Там тоже стояли автоматы, в которых люди выигрывали деньги. Ну, проблема в том, что во многих этих игровых автоматах недобросовестные владельцы меняли алгоритм, и пришедший к ним посетитель благополучно сливал все свои деньги и уходил без копейки. Так что, где гарантия... Ну, вы не сравниваете финансовый рынок и игровые аппараты. Ну, а где гарантия, что в этом алгоритме такие же изменения мне не внесут и не сольют мой депозит? Ну, по факту, если честно так разобраться, то вам никто никогда не даст стопроцентной гарантии. Ну, тем более. Правильно? Ну, тем более. Ну, гарантия того, что, во-первых, у нас очень много клиентов работают. Это гарантия. Гарантия то, что мы уже много лет работаем. Гарантия то, что у нас есть контракт, который подписан с Visa, MasterCard, МАЭС, платежные системы. Естественно, если бы мы недобросовестно как-то относились к нашим клиентам, но я думаю, что мы бы не работали. Во-вторых, ну, хорошо, допустим, вам сливают депозит. Так мы же так же само вкладываем инвестиции в вас. Зачем? Зачем нам это делать? Значит, начнем с того, что мы не будем, в первую очередь, себе делать хуже. Это нелогично. Вот. Поэтому, понятное дело, что гарантии, конечно, нужны, но стопроцентной гарантии я тоже не могу дать за вас. А что вы самостоятельно не откроете судьбу и сольете себе, правильно, деньги. Ну, то есть тут как бы палка с двух концов, если честно. Ну, в том-то и дело. Не, ну, понятное дело. Но, понимаете, у вас больше будет шансов все-таки, все-таки для себя заработать, если это будет с профессиональным, грубо говоря, ну, не знаю, как бы профессиональный гид, правильно, который вам поможет и поэтапно вам будет все объяснять. Либо же вы будете работать самостоятельно. Потому что это просто слитие будет ваших же денег. Ну, да, 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 да. При том, что у вас открывается возможность работать, я же говорю, с разными активами, с разными инструментами, это в первую очередь даже выгоднее, потому что вы, ну, будете расширять, правильно, свой диапазон. Как-то делать как минимум какое-то рассеивание риска. Потому что если, например, работать только на одном направлении, но если, например, что-то пойдет не так, где вы будете перекрывать? То есть здесь как минимум идет перекрытие. Понятное дело, что и сделки все у вас сразу не пойдут в плюс. Ну, это нормально. То есть каких-то пару сделок в любом случае пойдут в небольшой минус. Ну, это всегда так. Первый блинком, как говорится. Да не то, что же блинком. Даже человек, у которого есть огромный опыт, огромный опыт по плечами, все равно у него есть вероятность того, что его там пару сделок пойдут в минус. И это нормально. Потому что рынок непредсказуемый. И как бы мы там, какими бы мы не были профессионалами в данном случае, но есть вероятность того, что можем мы с вами немного пойти в минус. Но это нормально. То есть ожидать сразу какой-то большой доход, да, но это как-то немного неправильно. Вы вообще, в принципе, сколько бы хотели зарабатывать? Ну, дополнительно. Ну, это я даже затрудняюсь ответить. Ну, денег же, никогда денег много не бывает, я так думаю. Ну, да, да, стандартно. Ну, да, да, хотим всегда больше. Я понимаю, конечно. Ну, вот у вас такая благородная была работа. Вам, ну, пенсия как у вас? Хорошо оплачивают вам? Ну, вполне приличная. Приличная. Прилично? Достаточно, скажем так. Достаточно. Ну, замечательно. Ну, а так, в принципе, да, все-таки интерес проявился, но и денег же тоже хочется заработать. Ну, хотя бы так, примерно. Ну, сколько? На начальном этапе сколько бы хотелось? Ну, это важно на самом деле. Ну, допустим, 50 тысяч в месяц. 50 тысяч рублей, правильно? Ну, естественно. Ну, хорошо. Это нормально. Для чего я это спрашиваю? Ну, потому что, во-первых, если при работе со специалистом, мы же тоже должны понимать, да, что идет определенная стратегия, определенный индивидуальный план, который будет разрабатываться под вас. Выбираются какие-то определенные активы, да, с которыми в первую очередь нужно будет поработать, чтобы и вы понимали, и чтобы увеличивать ваш товарооборот. Поэтому, естественно, это нормальный вопрос был. Просто о некоторых он пугает, когда я говорю, ну, сколько вы хотите зарабатывать. Ну, зачем вы такое мне спрашиваете? Это же нормально, мы же с вами о заработке говорим, правильно? О деньгах. Ну, хорошо, Виталий. В принципе, сориентируйте мне? Может, у вас какие-то сейчас на данном этапе вопросы есть? Задавайте. Да пока, в принципе, я даже не знаю. Вроде так, вроде пока все понятно. То есть мы с вами выбрали в любом случае, если что, работать со специалистом, правильно? Ну, опять же, хотелось бы как-то убедиться в компетентности этого специалиста. Где-то узнать о нем какие-то отзывы. У вас же, вы говорите, много клиентов. Где-то почитать. В открытых желательно источниках о вашей компании. Допустим. Потому что, кроме рекламы Малахова, я вот по телевизору ничего не видел. Никак, нигде. Не могу найти, к сожалению. Ну, вы читаете, что интернет это нормальный источник, где вы сможете что-то нормально, скажем так, оценить? Ну, видите. Ну, Виталий, я вам так скажу, вот откровенно, честно, как говорю каждому своему клиенту, вы пока сами не попробуйте, вы не узнаете. В компетентности кому-то подходит, кому-то не подходит, кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то подходит доходность. Ну, это все индивидуально, понимаете? Ну, как я могу? Ну, пока что никакой возможности нет. Вам нужно пробовать, вам нужно... То, что у вас будет специалист, конечно, он будет, в любом случае. Вы закрепляетесь. По-другому я вам никак. Это всего лишь слова, понимаете? Вот мы с вами первый раз позвонились, вы меня не знаете, я вас не знаю. Ну, понятное дело, я... Как я вам еще... Только пробовать. Только так я вам докажу. Только так вы увидите результат. Ну, а здесь какая-то у вас логика наркоторговца, скажем так. Почему? Ну, вы когда-нибудь наркотики тяжелые пробовали в жизни? Нет. Например, героин? Нет. Нет, нет. Ну вот, а почему вы так говорите? Ну, а вы же знаете, в принципе, о вреде наркотиков? Ну, конечно. Какие последствия вызывают? Но. Ну, а почему вы можете это утверждать, если вы их никогда не пробовали? Ну, хорошо. Мне мои родители рассказывали. Я могу зайти почитать. Литературу какую-то. Правильно? Мне же не обязательно пробовать. И, первое, ну, если я не хочу. Ну, вот, видите, я пока по этой сфере тоже мало что прочитал, мало что о ней знаю, поэтому особо как-то... Не, ну, понятное дело... В рискованное предприятие ввязываться не хочется. Предприятие рискованное. Ну, это же связано с вложением средств. Ну, понятное дело. Ну, я вас понимаю, но в любом случае вас это заинтересовало. То есть вы хотите. Если вы так будете отталкиваться постоянно, ничего не делать, не пробовать, то как вы, п***, вы узнаете, как здесь зарабатывают деньги? Ну, и на просторах интернета очень много информации. Пожалуйста, заходите, читайте, читайте про биржевую торговлю и так далее. Но это вам толку никакого не даст, поверьте мне. Вы можете демо-счет какой-то открыть, можете пробовать. Ну... А у вас есть возможность работать на демо-счете? Нет, нет, нет. Вот это очень важно. Это бесполезная просто трата времени. Вы научитесь непонятно чему, а потом вас нужно будет переучать. Изначально уже... Лучше же изначально научить человека правильно работать, чем на демо-счете человек просто бездумно открывает сделку. Там где-то получилось, где-то не получилось. И потом он на реальные деньги уже, когда переходит, когда вкладывает, потом начинаются проблемы. Ну, зачем? К сожалению, в нашей жизни переучиваться приходится в определенные моменты жизни всегда. Потому что когда ребенок приходит в школу, его учат одному. Потом он поступает в университет. И первое, что он слышит... Ему, наверное, забудь все, что... Забудь все, что тебе говорили в школе. Здесь мы будем учить по-другому. Потом там, допустим, через пять или сколько-то лет... Он заканчивает университет, приходит на работу и слышит опять то же самое. Забудь все, чему тебя учили в университете. Здесь все совсем по-другому. Ну, и так далее. Да, согласна с вами, Виталий. Так бывает. Ну, да, к сожалению, это горькая правда жизни. Ну, хорошо. Что будем делать? Что вы мне скажете? Чтобы... Ну, время идет, я тоже не могу. У меня еще с вами куча клиентов. Ну, собственно, что вы... Ну, вот, мы с вами созвонились. Дальше какие наши дальнейшие шаги должны быть? Вы должны открыть свой брокерский счет. Открываете брокерский счет, я вам в этом помогаю. Проходите верификацию в обязательном порядке, а потом уже ждете звонка специалиста, также в индивидуальном порядке. И все, дальше вы работаете уже непосредственно с ним. Я всего лишь аккаунт-менеджер. Ну, у меня там какой-то инвестиционный счет, кажется, уже открыт. Что-что? Ну, вот это приложение Сбербанк Инвестиций я себе скачал. У меня там какой-то счет есть. Я могу его, в принципе, пополнить. Вы работаете на международном уровне. Вы открываете брокерский счет непосредственно в нашей компании. Будете работать вы на международной торговой платформе. Вы же представите Сбербанк Инвестиций. Ну, да. Ну, так у меня Сбербанк Инвестиций, и у меня там открыт счет уже. Угу, угу. Хорошо. А вы про какой счет мне говорите? Вы будете работать на международном уровне, потому что мы международная брокерская компания. И работать вы будете на торговой платформе международной. Вы все-таки представляете Сбербанк или международную компанию? Международную компанию. А как она называется? Как компания называется? Да. Симпл Вей. Как, как, как почетче? Симпл Вей. Симпл Вей. Да. Так, сейчас я запишу. Не забудьте. Записывайте. То есть вот про нее можно где-то найти, да? Информацию будет. Ну, про международную компанию на, как вам сказать, на источниках, не знаю. Где хотите там ищите, ну, вам лучше знать. Вы сами знаете, где искать. Заходите как-то там, где вы там читаете отзывы или что вы там делаете. Я же не знаю. Симпл Вей. Вей это как, дорога или путь, да, вот? Да, да, да. Я просто в английском не очень силен. Не знаю, как правильно пишется. Так, а какое отношение вы тогда к Сбербанку имените? Ну, мы сотрудничаем, сотрудничаем. Как-то непонятно получилось. А что непонятно получилось? Нет, ну, вы представили, что вы от Сбербанка звоните, а компания... По проекту Сбербанка, а не говорю, что я конкретно звоню Сбербанка вам. То есть вы работаете по проекту Сбербанка? Да, да. Выход у вас есть на четыре направления на рынке. Это какие? Криптовалютный рынок, валютный рынок, товаросырьевой, фондовый. Ну, все, кроме криптовалюты, в принципе, мне знакомо. Что же? Ну, кроме криптовалюты, в принципе, это мне знакомо. То есть фондовый рынок, это торговля, акции и облигации. Да, да, да. Товарно-сырьевое, это нефть, газ. Да, 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 все верно. Товарно-сырьевое, это нефть, ценовая валюта. Да. То есть вы... Хорошо, Виталий. Ну, говорите, говорите. Ну, в принципе, смотрите, что, какие наши дальнейшие действия. Вы что, изучаете, не знаю, по ресурсам, да, или как вы там изучаете компанию, не знаю, что там для вас важно. Вот, и тогда с вами созвонимся, потому что, ну, на самом деле, я тоже не могу. Я по времени ограничена. Угу, угу, понятно. Окей. Ну, давайте я пока постараюсь что-то найти и почитать про вас. Супер, замечательно. Еще есть какие-то вопросы? Да, в принципе, нет. Хорошо. Все, тогда давайте с вами сегодня еще в течение дня созвонимся, хорошо? Ну, давайте. Окей. Все, тогда, Виталий, вам хорошего дня и до связи. Благодарю. Спасибо. Да, всего доброго. Послушаю. Алло. Да, да, говорите. Да, здравствуйте. А мне нужен Виталий. Я слушаю вас. А, это Виталий, да? Да, да. А, мы вчера с вами говорили по поводу заработка. Да, помню. Да, как ваши дела? Да. Ну, так же. У вас какой-то голос у вас сегодня не такой. Ну, я просто устал немного. Не узнала. Ну, просто устал немного. А, я поняла. А, я поняла. Я поняла. А чем занимались? Ну, да, так. Домашние дела. А, понятненько. Ну, хорошо. Что вы там надумали? Да, я что-то про вашу компанию не нашел ничего. Вот вы мне название вчера дали. Ну, там, кроме пополнения счета и регистрации я ничего не нашел. Никакой юридической информации, ни лицензии, ни адресов, контактных данных каких-то. Там, по-моему, только пара адресов электронной почты была. Ну, да, потому что вы на российском ресурсе ищите про международную брокерскую компанию. По-моему, логично, что ничего не найдется или что-то найдется. Ну, не знаю. Ну, интернет, он же по всему миру работает. Я могу на американские сайты заходить. Ну, да, можете. Ну, почему? Ну, вы же писали по-английски, правильно? Я не знаю, что вам нужно. Ну, вы бы могли мне по-электронке прислать какие-то ваши юридические документы? Какие именно говорите? Ну, лицензия Центробанка, например, на работу на территории Российской Федерации. Угу, угу. Юридические ваши данные. Ну, я имею в виду юридический адрес, где именно ваша контора зарегистрирована. Ну, и расчетные кредиты. Контора, 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 это будете говорить в другом месте. Попрошу. Ну, контора, это у нас вон, на советском 65. Ее здесь все так называют. По привычке советского времени. Ну, так вы же не остановились в советском времени? Вы сейчас понимаете, где вы находитесь? В каком времени? Нет, просто я случайно вспомнил о слове контора. Вы просто мне... Я его упоминаю, в принципе, очень часто, но... Просто вы мне советский, как сказать, смысл напомнили. Меня это так позабавило. Угу, я поняла. Дальше, слушаю, что вам еще надо? Ну, так, юридические документы я сказал, да. Ну, и ваши расчетные реквизиты для пополнения счета. Угу, угу. На вашу почту, да? MSR... Да, 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 совершенно верно. Собачка.жимая. Да, да, да. Собачка.жимая. Совершенно верно. Хорошо. Хорошо. Все, тогда до связи. Хорошо. Продолжение следует...